Добрый день всем! Ребят, не пугайтесь, я не начну вас сейчас учить знаки, но есть один момент, который я хочу прояснить. То есть, последними днями я общался около десятка моих коллег, и я выяснил, что с этим вопросом есть определенные нюансы у людей. И мне захотелось рассказать вам об этом, потому что наверняка у многих людей, тоже моих зрителей, могут быть какие-то заблуждения по этому вопросу. Поскольку вы знаете, что раньше в Советском Союзе знаки были по конкретной тематике, здесь сейчас вы ездите по Европе, и очень пестро все это выглядит, как лингвистические синонимы, на одну и ту же тему рисуют знаки, у кого какая фантазия. И иногда в этом всем можно запутаться легко. Этот вопрос очень деликатный, поэтому я решил вам об этом прояснить. Третий знак запрета еще есть, когда чисто мост нарисован, нагрузка на мост, но он не имеет никакого отношения к этой истории, поэтому здесь его путать не будем. Цифра случайно написана. Я написал 24, такие чаще всего попадаются. Сейчас вы поймете, почему. Цифра может быть внутри здесь 30, 7,5, это не важно. Сейчас 24, вы поймете, что я имею в виду. Значит, чем же отличаются эти знаки, и когда, под какой вы можете ехать. Первым делом я обращаюсь к водителям транспортных средств, то есть, как мы называем, фура, пятиосная, то есть, трехосный прицеп, стандарт, это большинство моих зрителей, и сидельный тягач. Пятиосный этот состав допускает по технической документации общий вес, масса самого состава, тара и груз, 44 тонны. Даже если вы ездите 40, это уже лимит, который ограничивается европейскими договоренностями на интернациональных рейсах. Он может везти внутри страны, он рассчитан на 44 тонны, не везти 44 тонны, извините, весить 44 тонны вместе со своим грузом. Эта цифра обычно указана в техпаспорте, в зависимости, в какой стране на учете стоит ваша машина. И мы должны знать, что мой состав принадлежит к такой категории, которая допускает вес 44 тонны, максимальный полный вес. Вот когда вы видите знак, и нарисован грузовичок, вон реально черный должен быть и белое число. Такие знаки наверняка вы встречаете, как минимум в Италии их очень много. Начинается от 7,5, и дальше, дальше цифра растет. Вы должны понимать, что эта цифра говорит о том, именно числе, которое у вас написано в техпаспорте, ваша максимальная масса состава. Если же вы едете, и на этот момент у вас пустая фура, и она весит приблизительно 16 тонн, и вы уверены, что вы можете проехать, то вы не можете проехать, ребят. Вы не можете туда ехать, потому что этот знак лимитирует заезд категории этих грузовиков. То есть он говорит вам о том числе, который у вас в техпаспорте. Вам нужно, чтобы был нарисован грузовичок с цифрой 44. Вот тогда, то есть выше 44. Вот тогда вы можете проехать. Если же любое число, которое ниже, вы не можете, он отрезает всю категорию грузовиков, у которых максимальная допустимая масса выше 24 тонн, или 30-36, смотря что будет написано. Этот же знак обычно стоит перед мостом, потому что эти обычно перед какими-то переулками, городами. Перед мостом это реальная масса. Это то, что вы весите сейчас. Вы выезжали из фирмы, солярка, которая у вас есть, палеты, если у вас есть, груз, тара ваша. И вы вместе с всем этим. Если вы не превышаете числа, написанного на знаке, вы можете туда проезжать. Пример таков. Если вы едете на пустом тягаче, или, скажем по-другому, у вас 2 тонны груза, и вы весите 18 тонн, 18 тонн, сюда вы можете проехать, а сюда вам нельзя, потому что этот знак указывает на максимальную допустимую массу, которая указывается в техпаспорте транспортного средства. Учтите это, ребят, потому что можете доказывать проверяющему, что у меня не было 24 тонны, и будете неправы, ваш оштрафует. А если еще мост упадет, как случается, так вообще все на вас повесит. Будьте здоровы, я надеюсь, что эта информация станет вам полезной. До свидания, всего хорошего.